Ну что ж, я снова всех приветствую Вот и отгремели все гитарные войны И теперь можно дальше спокойно заняться обучающим контентом На вашем любимом первом гитарном канале Конечно, кто-то будет там с нижнего интернета что-то подтягивать Но нас тоже не волнует, мы с вами двигаемся дальше И сегодня поговорим про очень важную вещь, которую мало кто замечает Это огибание за счет большого пальца при переходах внешним штрихом на более тонкую струну Звучит страшно, но на самом деле это очень интересная тема Сейчас я поставлю камеру ближе и мы внимательно ее рассмотрим Ну вот, я думаю, все вам прекрасно вблизи будет видно И приступаем Но сначала хотел бы сказать, что я думаю, это будет целая серия таких видосов Вот именно про такие всякие фишечки, которые я подсматривал разных гитаристов Которые не все замечают, но тем не менее это очень важные штуки Которые желательно потом использовать в своей игре Ну и естественно их использовать тоже в своей преподавательской работе Итак, напомню, что есть два типа перехода по струнам Это внешний штрих и внутренний Часто бывают люди путают, думают, что внешний тип это вниз, внутренний это вверх Нет То есть играя по одной струне, такого понятия нет вообще То есть для того, чтобы был переход внешний или внутренний Нужно, чтобы было больше одной струны Это может быть, допустим, шестой на первый скачок, не важно Важно, чтобы это было минимум две струны Так вот, есть внешний, который выглядит вот так вот То есть, к нам обходим струну с внешней стороны Есть внутренний Дело в том, что у каждого штриха есть два направления То есть, бывает внешний в сторону пола, бывает внешний в сторону потолка То же самое с внутренним Соответственно, если мы играем ту же самую хроматику, с которой я всегда начинаю Потому что там более простые варианты Например, вот мы сыграли шестую струну, покинули ударом вверх и на пятую мы идем ударом вниз То есть в этом случае можно увидеть, что рука, то есть медиатор вылетает наружу и падает на пятую без препятствий То же самое, если мы играем, допустим, обратно, первую струну сыграли, рука вылетает наружу, падает на вторую без проблем Поэтому я все время начинаю с четных нот, то есть двойки, ну те же самые там всякие, или там пенотоники, или та же самая хроматика Те, кто начинает с гамм, на мой взгляд, сразу же неправы, потому что там все намного труднее То есть гамма, имею в виду, когда играется по три ноты на струне Теперь посмотрим другой вариант Если мы играем, допустим, три ноты на струне, ну какую-нибудь вертушку там в духе Гилберта То, поскольку мы играем в гитару, об этом, я думаю, все уже помнят Получается, пробив вот так вот по струне, мы, по сути, падаем вот сюда Здесь возникает проблема, то есть нужно ударить по третьей ударом вверх Из-за этого, кстати, многие люди сначала тупят и играют типа вот так, типа так же быстрее И получается такой полуэконом, который вообще как бы не имеет будущего То есть эконом, у меня есть отдельный видос, посмотрите, там было показано В каком случае он работает, в каком случае не работает В таком случае с вертушкой он работать не будет Так вот, значит, здесь возникает проблема, да То есть нам организм подсказывает, что нужно как-то обойти струну И он это делает самым тупым способом Я тоже снимал отдельное видео по поводу, оно называлось, типа, тело подскажет Так вот, что и происходит То есть рука вылетает наружу, делает вот такое вот винтовое движение Облетает так третью и цепляет его так То есть получается такая раскрутка Во-первых, это тяжелое большое движение Во-вторых, начинает запарываться глушение Потому что рука здесь начинает летать И, в общем, масса проблем Опять же, организм, как всегда, предсказывает Какому-то, подсказывает какую-то говнину Соответственно, как делают Петруччи, Гилберт и так далее Они в момент покидания струны Сгибают немножко на себя большой палец Тем самым вот это расстояние ключевое Сохраняя одинаковым То есть не колбасит так вот рукой А оставляет его одинаковым Убирает эти шасси Заходит сюда и спокойно себе цепляет третью струну Давайте глянем какой-нибудь пример Допустим, Петруччи Ну вот, как видите Каждый раз, когда он переходит на более тонкую струну Он делает такой вот нырочек Вот этот нырочек Это и есть то самое Убирание шасси Которое позволяет не колбасить вот так вот рукой А обходить по человечески струну То есть как только вы видите гитариста Который вот так вот внешним штрихом играет Все Ну, естественно, если с этим умирать 16 лет Там по много часов В день на тобой еще батя стоит с ремнем Возможно, можно и так раскочегариться Но у большинства моих зрителей этих 16 лет просто нету То есть это люди как бы 20+, 30+, Поэтому если хотите освоить это быстро И качественно, и экономично То лучше делать это именно по-человечески А не расколбашивая вот такой вот винт Посмотрим еще один пример Наш любимый Пол Гилберт Ну вот, то же самое Несмотря на то, что видео не очень хорошего качества Все равно мы видим на переходах вот эти вот маленькие нырочки Теперь, соответственно, как это отрабатывать Берем любую вертушку, опять же, да В духе того же самого Гилберта И играем так Первый удар обычный Второй обычный На третьем мы как раз делаем этот поджим Прячем медиатор И на четвертый возвращаем обратно Здесь у людей типичные косяки Это типа Поджимать раньше Поджимать слишком сильно Чтобы пошло вжиканье Не возвращать здесь на место Получаясь такое цоканье Поэтому Вот такой темп даже это быстровато Нужно именно прям раз, два, три, четыре, пять, шесть И так далее То есть получается мы сохраняем этот наклон одинаковый На эту тему тоже я снимал видос Я уже не помню точно какой Там про локоть или еще про что-то было Что нужно подкладывать А, я по-моему про лайфхаки разные В общем, что можно подложить сюда какой-то предмет В духе там, не знаю, флешки какой-нибудь большой Или маркера И опять же поиграть так Чтобы здесь это вот движение не вот так работало А именно получалось заныривать за струны В плане применения это работает всегда Когда мы играем внешним штрихом Переход на более тонкую струну Не обязательно какая-то вертушка Это может быть какой-нибудь риф, например Ну я что-то балдык вот играю Ну не важно В общем, нужно чтобы опять же это было не вот так вот А именно за счет вот этого движения Тем самым мы избегаем вот этого винта Расколбаса, хавчика и так далее Поэтому я в общем настоятельно вам рекомендую Эту штуку отработать Конечно, это опять же не очень просто Но тем не менее это можно и нужно сделать Единственное, можно сказать, исключение Это если мы играем на акустике То там бывают эти вот огибания Даже если мы немножко меняем угол Все равно становятся слышны Поэтому там можно, да, вот так вот немножко повинтить Потому что там не так все строго в плане глушения И, соответственно, там это вполне себе допустимо Вот так вот рукой поколбается Хотя, опять же, большие скачки всякие Проще играть за счет подцеплений пальцев Ну вот так вот оно все работает Надеюсь, вам было интересно Я вам детально вблизи это показал Поэтому, в общем, подписывайтесь И попрошу вас поставить лайк И помните, у нас был такой челлендж На одном из видосов тоже на тему правой руки Что я попросил, чтобы мы набрали 5000 лайков И, соответственно, это будет, ну, как бы приятно И лишний стимул пилить новый обучающий контент Там мы набрали, поэтому с тех пор я Контент обучающего напилил, дай бог Поэтому здесь давайте сделаем тоже такой же челлендж Постараемся набрать 5000 лайков И ставьте любые какие-то комменты односложные Типа там плюсики, просто циферки Чтобы здесь прям видос реально тоже пошел в массы И много людей про эту штуку узнало Потому что штука реально полезная Ну все, как обычно, здесь была только правда на первом гитарном Обязательно подписывайтесь, будьте на связи Всем спасибо, удачи и пока Сопереживать каждой смерти Надо ему ноги скосить, скосить ноги его Сделать его просто храным нахрен полностью Что-то нет, нет, все помер, помер Не помер, все помер, собака заразная, чертова хрень Радоваться победам Да-а-а, ха-ха-ха-ха, все Закурилаütрею подрида, просто закурила Сука обглотанная, сдохни здесь Прям чертов хренов царь крышы Тогда подпишись на дополнительный канал Fred Guitarist youtube.com slash TubeStreamer и поиграем вместе.